Потому что здесь был журнал театра искусства, здесь в этой школе учились моя тётушка, тётя Зина Кугель-Пирская, здесь же учился мой дядя Андрей Кугель, который закончил перед Великой Отечественной войной этот институт. Ну, здесь учился мой сын, поэтому и работал другой сын, так что это место для меня и тёплое, и родное. А что касается Кугеля, то они здесь недалеко снимали квартиру, и там как раз помещался их журнал, редакция журнала. Ну, так получилось, что я своего дедушку не застал, своего лично, Иона Рафаиловича, потому что он умер в блокаду, и рядом с ним умер как раз его сын Андрей, режиссёр, закончивший нашу школу. Так что, в конце концов, получилось так, что я сам сюда как-то пришёл, но правда по воле волны Николая Михайловича. Я ему очень благодарен, он сделал круг такой в моей биографии. Первый раз я вышел на сцену в 1945 году, 9 мая, спел песню там перед солдатами, а потом Николай Михайлович сказал, что давай иди сюда, потому что ты к этому годишься. Вот так вот. Ну, из педагогов я благодарен многим, с которыми начал работать Бориса Александровича Смирнова, потому что он взял к себе на кафедру и так отнёсся доброжелательно. Не проверял, не контролировал, просто верил, что раз Николай Михайлович посоветовал, значит, надо брать человек. А потом из коллег, конечно, Лена Викторовна Киреева, замечательный специалист, особенно в области камушков, платьев, каких-то ещё модных таких украшений. Ну, здорово она это всё знала и доверяла даже кое-что посмотреть в её коллекции. Ну, а вообще, так вот среди людей, костелянец мне очень нравился, как человек взрослый, прошедший войну. Вообще, у меня к тем, кто прошёл войну, особое отношение. И вот он был скромный, очень такой умный, и чуть-чуть всегда у него была улыбка немножко, может быть, от каких-то нервных переживаний. Но так она, лицо-то его всё равно как-то не искажало, а согревало, наоборот. Вот, ну, очень многие хорошие люди здесь работали, к сожалению, век недолг, ушли. А с теми, с кем я сейчас работаю, тоже у меня очень хорошие отношения. Я уважаю таланты каждого. Иногда читаю, читаю статьи и восхищаюсь, думаю, как они много знают, ничего себе, как они много знают. Я завидую студентам, которым полагается много знать. Ну, а в своей области тут тоже приходится совершенствоваться, потому что выставка, скажем, буддизма, надо читать про буддизм. Выставка, скажем, чайной церемонии китайской или японской, это нужно читать. Это помимо той классики, которую мы всегда преподаем, там, скажем, зарубежное, это французское, немецкое или английское искусство, наше отечественное. У нас еще бывают такие своеобразные интарсии, и не будешь говорить студентам, ребята, это нас не касается, это не вписывается в курс. Поэтому идем на такие интересные, иногда очень забавные выставки. Вот такая наша жизнь.